Что такое вообще норма? И есть ли вообще в современном обществе Есть ли вообще такое понятие как норма? Что такое норма? Откуда взялась норма? Что такое норма? Ну и вновь по-моему Критерии, которые... Критерии, которые... Критерии, которые... Есть очевидные вещи Я не могу сейчас подойти Дай его спинуть Но это не нормально Можешь! Сказать сможешь Сказать, вот Мы же считаем, что это норма Я не могу сейчас просто тупанчики Не могу сказать Твоя борода просто отвратительная Но не могу Он считает, что это не прав Почему я не могу этого сделать? Кто сказал? Где норма? Что такое норма? То, что люди сами установили То есть правила, которые принимаются Определёнными другими сообществами То есть... Например, ты можешь говорить, что для тебя Это не является нормой Сказать официально барабан Да Можешь сказать, что это норма Жизнь слишком коротка, чтобы прожить их Вот Вот Да То, что норма для большинства Хорошо, а есть такое вообще понятие Ну, то есть Большинство людей, если их спросить Ну, почти все считают, что есть всё равно что-то такое Что-то абсолютное, что-то общечеловеческое Что как бы нельзя приступить Да, то есть, ну, жить Ну, например, да Умирает родственник Да, что он сидел и все плачут Скорбят Скорбят, да Кто-то берёт там Небетит детей Любой человек, он сегодня чувствует Что это, ну, как-то не Ну, против человеческих чувств Против... Есть вроде что-то внутри что-то такое Да, прогулки Может быть Ну, мне кажется, в прошлом оказывается В общем, посмотрим, да Что такое норма? Первый вопрос, который надо задать А второй вопрос, который нужно задать Это следующее У нас есть убеждение Почему-то там все считают, что Не могу я подойти И просто с ноги в лицо кому-то дать Например, у нас тут уже все Уже под вопросом Да? Теперь Теперь Есть факты Есть убеждение Земля плоская Есть факт Земля круглая Есть убеждение Земля круглая Есть факт Земля круглая Убеждение и факты у человека Это одно и то же Ну, в смысле Убеждение равно факту или нет? Нет 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 Всегда нет? Не всегда нет, но нет А? Не всегда нет, но нет Ну, вообще обычно нет Обычно нет Обычно нет То есть ты говоришь, что все, что все здесь считают Это все чушь Нет, это не факт Это не факт, да? Это факт А ты убежден в этом? Да А факт это или не факт? Ну, если факт Я имею в виду факт Ок У Гитина тоже были убеждения Да Как то, что мы видели по факту Он думал, что это факт То увидели Вот допустим Вот борода Я вижу какой ответ Это факт А если какое-то убеждение другое Ты понял, да? Давайте следующий вопрос Откуда у людей Ну, люди убеждены, что То, в чем они убеждены Это же факт, правильно? Ну, в основном Да Убеждения Ну, для вас, не для нас Убеждения Это не факт Для остальных Не факт Для остальных Ну, это факт или не факт Ну, как бы там Я считаю так Ну, то есть вопрос Это факт или нет Правильно Откуда берутся убеждения в человеке? В обществе Это связано с нормами Да, мы уже с вами поняли Да Откуда берутся убеждения в человеке? В обществе, которое он живет Он берет оттуда эти Убеждения 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 Да Я слышал даже Интересный такой вариант Может, некоторые знают В общем, да Виной всему сало Что такое сало? Сало Это четыре вещи Влияют на то, что Человек становится В чем-то убежден Это статистика Авторитеты Личный опыт И И И Общественные Общественные А сало Здесь ни при чем Вот То есть хочешь в чем-то убедить Например Тебе нужно набрать Хорошее сало Приводь статистику Раз, два, три, четыре Общественное мнение Теперь вопрос Вот это все Вот это сало Соответствует реальности? Даже Которое я наберу Статистика такая Авторитеты говорят Да Не факт, что она соответствует факту То есть это откуда берутся То есть человеку приходят Рассказывают какую-то Манцы Манцы Расскажите всем А что ты говоришь? Следующий 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 В общем вот так Эти хорошие Эти плохие А рабам сейчас Полистине рассказывают Прямо с детского возраста Как только они начинают Соображать Что нужно Ненавидеть евреев Кому-то рассказывают Что евреи хорошие Ну в общем да Цившört Это история про печеньки Приходит психоаналитик у человека и говорит дорогой терапевт моя семья считает что я не нормальный он смотрит на него вроде нормальный вроде бы нормальный почему вас считают нормальным я люблю печеньки я тоже люблю печеньки давайте поедим печеньки вместе давайте нормально да тогда пойдемте ко мне в чердак у меня там полные чемоданы и печеньки кто там такой да я теперь начинаю понимать это первая история вторая история рабин Ахман ее рассказывал был царь и помощник царя какого-то царства и государства и значит однажды в нем какая-то пшеница что-то такое завелось что все кто ел эту пшеницу все сходили с ума и царь сказал такую вещь что смотри помощник говорит царю смотрите у нас есть значит такой запас этой пшеницы очень большой чистой пшеницы нам говорят у нас ее хватит чтобы пережить вот это все мы с вами не сойдем с ума давайте ее есть он говорит давай мы с тобой сделаем так смотри если я не буду если мы будем есть эту пшеницу то мы будем отличаться от всех тогда все решат что мы с ума с тобой сумасшедшие мы едем давай давай мы будем значит нет мы не будем есть эту пшеницу мы будем есть тоже что и все а себе на лбах вот такие вот отметили чтобы мы помнили что мы нормальные вот теперь в мире все посторонно знаете в этом очень странно то есть если все едят отравленную пшеницу и есть среди них те кто едят не отравленную они становятся они для всех просто ненормальные абрам да абрам был очевиден для всех просто просто сумасшедший теперь если бы у всех на чердаках были чемоданы с печеньками то тот человек у которого бы их не было он был бы идиотом так и это вот эта бредовая вот эта бредовая система она единственное что определяет для то что является для людей норм то есть иными словами мы привыкли чувства все какие-то нормы но в общем то что мы видим что в современном обществе я думаю что норм то есть в принципе нет того что нормально то есть по логике получается нельзя я не могу кому то приди и сказать смотри ты делаешь неправильную вещь это ненормально почему потому что ну кто это придумал это нормальное и ненормальное вот affects поаст you yeah просто просто принято в большинства понятия нормы просто не существует нормы современной общей это фейк и ложь принятая просто большинство максимума ради их удобства сначала решили давайте будем убивать потом решили давайте не убивать понимаете, да? вроде как есть что-то человеческое это же нормально, помочь ближнему это же хорошая тема а вроде как получается что нет и это проблема почему получается что нет? да и вот эти все шесть вещей, которые мы с вами изучили ценность жизни, равноправие, мир, образование, семья и мир во всем мире и социальная ответственность и как мы увидели их просто не существовало сегодня кто-то умрет и все будет плакать смерть ребенка это страшнейшее событие в жизни человека и в жизни вообще всех в жизни всех, кто про эту историю услышал теперь здесь еще дополнительную информацию узнал о Китае индусы, по-моему, у них был вообще такой прикол они под колесницей проставили где-нибудь обычный какой-то обряд такой был и здесь мы с вами изучили, там было три интересных вещи это контроль роста населения детские жертвоприношения что там было еще? человеческие жертвоприношения и, значит, убийство ради веселья пятнадцатые женщины и детей смотрят как, значит, выруют людей дальше, да, равноправия не было вообще монархи просто рулили всем они были богами и делали все что угодно убивали даже собственных жены с детьми что-то не договорили мира не было вообще, высшей ценностью было воевать образований не было вообще ноль один процента образованных людей даже в Европе пятьсот лет назад один тысяч человек умели читать да, и здесь вообще, да в Греции самое классное, да что папа, значит, более обученные должны были, значит, вступать в интимные отношения с менее обученными мальчиками лучше это будет как у кого-то, да высшая форма любви, да и обязательная часть детского образования то же самое между папой и сыном и тот, что этого не делает, он работал на ребенку в школу, да, 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 да ненормальный, ты вообще нормальный да, то есть, в греки бы тогда сказали, ты нормальный интересно, да, а ты пропустил просто, а? то же было отца как это, папа? Папа? да, да, да ну, и, да, и в процессе социальной ответственности просто нет, ты ведь ему плохо слушал социальной ответственности просто не существовало да, были общественные туалеты в Греции как бы мог быть лавочка с дырочками как дела так и дальше посмотрим, да, вот убийство все убийство, да, это то, что сегодня убийца, это очень плохой человек пусть не будет общаться плохой, да, этого не было разноправие ну, да, вот эти все и идем дальше рабство, да, сегодня кто-нибудь возьмет в рабство мне кажется, это весь ООН все, что только может мне кажется, самая огромная организация мира они просто пойдут его, да, рвать на части того, кто кого-то в рабство да, есть пара рабов пара рабов да, не узнавайся да, например, толерантность я хотела травмство освободить хорошо, то есть толерантность была раньше хоть какая-то толерантность ну, вообще не было а теперь она искупается теперь она да, сегодня толерантность то есть, как бы, вот это ну, вы знаете, у нас все золотая середина да, в общем-то, идея толерантность и хорошего отношения и заинтересованности кучу-лиф чувству это тоже норма, которая пришла и скоро только у нас как бы все должно быть в золотой середине а это где-то в году, мне кажется, в семидесятом вот эту середину и быстро пролетели не заметив, да была крайность одна, все и нельзя а потом крайность другая просто можно выворачивать свои органы просто, да, становить из мальчика в девочек из девочек в мальчик в общем, делайте что угодно можно все и не трогай меня ты не имеешь права мне ничего сказать я могу делать то, что хочу моя жизнь, мои правила ну, я не знаю, сегодня, смотри на ютубе огромное количество каналов больше миллиона подписчиков это люди, которые пьют гормоны или уже сменили пол и у них целая, значит ну, целая шита, как это то есть, все те, кто говорят, что мы нехорошие они все против прав человека они все злодеи и сумасшедшие здесь еще это не так дошло но когда дойдет, будут сидеть так же люди в тех же зданиях, где и мы с вами ну, вот это 20 лет назад тут, конечно, вообще какие-то стрёмные такие вопросы спрашивают что это вообще нормально так устроен мир где норма дальше, да, феминизм мы тоже, как бы сказали, что муж должен любить жену больше любить как себя и уважать больше чем себя, это тоже ценность идет и скоро этого раньше не было и девочек убивали маленьких намного больше чем мальчиков это был просто деторонный организм гомосексуализм в 67-м году, то есть до 67-го года в Англии, вот этих вот людей которые в этом были замечены до 800 какого-то 70-го их просто убивали в 67-м в 67-м до 67-го их сажали в тюрьму а дальше я вспоминаю анекдот значит, Абрам Яковлевич хочет сделать алию 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 хочет сделать уже, ну, приходит в Сахмут и на камеру в какую-то еврейскую организацию и говорит, значит, смотрите, дорогие ну, в общем, говорит хочу в Израиль ему говорит, смотри, зачем, типа, уже Советского Союза нет, уже все нормально евреев не гоняют, почему-то отсюда так вырежешься и говорит, смотрите, интересная ситуация получается раньше гомонструктуализм был строго запрещен потом был запрещен потом его как-то вроде разрешили сейчас уже говорят, что нормально и в некоторых странах уже прямо можно, я боюсь, что это станет обязательно вот, да, вот так работает все нормы дальше, педофилия, например вот только что я вам это уже сказал это было нормы и сегодня, как бы, я не знаю, нет дыма без огня я не знаю, если правда идти историком настоящему или нет но в Норвегии я уже очень много слышу что ювенальная юстиция вот эта тема там, в общем, что-то странное с этим происходит да, ювенальная юстиция что можно, например, если в Израиле это тоже уже входит в силу да, например, там увидят на улице что ты как-то шлёпнул своего ребенка да, могут просто могут я сейчас объясняю это институт, который, например, шлёпнул своего ребенка кто-то увидел, могут забрать ребенка вообще что это типа нарушает что это типа нарушает что это типа лишает прав человека потому что я слышал, опять я не знаю, сколько процентов но как бы слышал уже много раз из разных мест что в Норвегии это спокойно могут еще их отдать и вот этой вот нетрадиционной паре вот этого своего ребенка если ты вдруг его там воспитываешь заметил, что ты типа какой-то недостаточный талерант ну, в общем, да, нормы, нормы, да, классно идем дальше, ну и убийство отношения Греции, в общем, мы уже, господи то есть но главное, чтобы быть счастлив что? хорошо то есть, если вы думаете, что сегодня все принципиально отличается, да, это не совсем правда вы помните эту историю, да, помните защита Твинки у нас была, да? Человек устрелил Мэру, значит, голову и почему она... потому что у нас нет Твинки и удачно, значит, послевел Мэру дальше, да, самая передовая гуманная нация, которая существовала в, вообще же, в истории, да они были самой гуманной и моральной нацией, да и вдруг у них появились каким-то чудесным совершенно образом один человек и она превратилась, сейчас это слабодевно отвернулся, она превратилась вот эту же, да, я специально сделала маленькую фотографию, да, ну вот это вот это то, что они делали с людьми так, да, и дальше приходят мне вот эти люди и начинают рассказывать сразу интересную историю, говорю, что брик это варварство это варварские обычаи вот, например, в Исландии смотрите, классно, да ну, я сейчас немножко разодержу, но и просто надо закончить тут немного да, видите, классно, да, в Исландии хотели запретить запретить, значит, обрезание и вот эта надпись, она просто, вот ее парадоксальность меня просто вообще вводит в восторг особенно в соответствии с тем, что мы сейчас видео смотрели то есть обрезание это нарушение человеческих прав теперь вот это просто это прикол, да, то есть смотрите запретить народу заповедь, да, номер один вот это то, что Бенни сегодня следит, полнедельно заповедь номер один народу благодаря которому вообще есть вот запретить нам вот это, да при том, что мы создатели вот этого то есть если бы не мы, у вас бы вообще не было человеческих права или вы приходите и рассказываете нам как бы что нам делать или что нам не делать потому что как бы источник всех прав это это собственно тоже, да и евреи – это не люди, да, то есть можно нарушать рава и запрещать им Jackie Вот, запрещено, запрещено, это хорошо. То есть, ну, да, ну, вот это, да, то есть, нужно запретить обрезание, потому что это первая заповедь, те, кто вообще, благодаря кому, у кого-то вообще есть человеческие права, да, это немножко порадоксально. То есть, американцы, интересно, да, все обрезают, вот это Амстердам, мы с вами обсуждали, да, там сейчас делают штуку такую, да, это будка для самоубийства. Стало грустно, значит, идешь, ложишься, ну, и, ну, как, я не знаю, тебя выстреливают в пост, значит, что с тобой делают, да, следует, следующий, Амстердам, да, мне кажется, весь Амстердам надо накрыть вот такой будкой и сказать им до свидания, да, ну, как говорил, это уже слишком. Да, то есть, Адольф Гитлер, евреи нанесли две раны человечества, обрезание телу и сознательное исключение, да. Классно. И теперь, смотрите, приходят всякие люди, да, вот сегодня, да, особенно, ну, то есть, и это то, что будет в Украине тоже сильнее и сильнее, в Америке это уже топ, да, приходят люди с пеной, вот, вот, с пена утаночной, да, говорят, что ты мне должен это, или ты мне должен не это, или когда ты говоришь так, это неправильно или это неправильно, это нарушает права человека, это не нарушает права, с этим всем не стоит ничего. То есть, понятно, да, это просто люди что-то приняли, потому что им это удобно, и все, они начинают тебе рассказывать, как ты бежишь. Так, и самое интересное в этом recently, что просто на завтра Может кто-то прийти, дощелкнуть пальцем, и ты, и твои дети завтра уже будут другими лозунгами, ровно противоположными. Кричать, что вот это истина и это правда, ради которой нужно жить. Это, в общем-то, те нормы, которые предлагают нам сегодняшний мир. То есть, вот любая фраза, с которой к вам кто-то приходит и говорит, надо делать так, в рамках современного мира, это абсолютно пустой звук. Люди сами думают морально. Я сам выбираюсь в силу жизни, как живу, так и хочу. Моя жизнь, мои правила. И, в общем-то, в рамках вот этого подхода не имеет никакого снижения, никакого абсолютно. Я буду же сдавать урок дура, или я начну просто стрелять. Ну, знаете, в школу иногда заходят, будут ребёнок, да, и начинают расстреливать свои контакты. Вот с точки зрения, да, у вас есть какие-то чувства на эту тему, да, что, ну, это было очень грустно, да. Вот, но с точки зрения, если по-настоящему вы смотрите этот подход, нет вообще никакой разницы, чем я занимаюсь. Никакой. Это просто кто-то придумал норму. Как мне себя вести? За ней не стоит ничего. И вот между вот этим и вот этим нет никакой разницы. Нет, это вообще, это не релевантно так сравнивать. Ну, ты-то думаешь, да, отвечай. Мне кажется, я тут демонстрировал неплохо, что релевантно, да, потому что просто что рассказали в той или иной. А вы теперь умеете? Теперь единственное, чем можно оправдаться, да, ну, это же, ну, это же люди обычные, ну, все же такие, да. Здесь я могу только перевести цитату, знаете, не Синталик такой есть, написал, черный лебедь, да. Использование в качестве оправдания отсутствия здравого смысла у других людей для демонстрации отсутствия здравого смысла у себя. Все пальцы в балконе тоже пойдут? Да, да, с каждого этажа. Играет демонстрацию этажа. Так вот, и последний вопрос, который мы зададим, почему мы решаем, что вот какая-то вечерняя норма? Ну, какие здесь есть факторы, я определяюще? Ну, странный инстинкт тоже. Странный инстинкт тоже. Я думаю, главного фактора здесь два. Это мама рассказала, и потом ты просто не увидел, что мы из путьа людей друг друга. То есть мама говорит, что там побывать плохо, там, я не знаю, там, убить других плохо, что там, ну, защищаться нужно, но, там, что, но евреи жадные, но, да, ну, я не знаю, что она сказала кому-то, кому-то, там, там, маму рассказала, да, там, кому-то рассказала, что тора это хорошо, а кому-то, что религиозные они идиоты, да. И теперь дальше он живет в обществе, там, ну, и видит, вроде, да, мои там сокурсники, они не убивают с Калашникова, да, ну, и когда, то есть тебе так рассказали, ты поверил, дальше ты видишь, вроде как, ничего этому сильно не противоречит, у тебя это становится внутренним ощущением, что это абсолютная, правильная, нормальная вещь, и это норма, да. Мне кажется, вот это все, что влияет на этот процесс. Теперь, я думаю, что в связи со всем этим единственная норма, которая вообще в теории может называться, то есть, что это норма, это может быть только норма Торы, то есть, данная извне кем-то, то есть, извне системы мышления людей, которые придумывают, что такое норма. Вот, то есть, само слово норма, это, то есть, что-то нормальное, получается, что если, как бы, вы хотите, чтобы в вашей жизни было что-то нормальное, то, как бы, это единственный источник, из которого можно взять это нормальное, то есть, это единственная вещь, которая может претендовать вообще на норму, норму, а не норму, которую кто-то выяснил, потому что, вот это все, типа, что, сейчас я начну стрелять, да, и это будет очень грустно, это все, как бы, ваши религиозные чувства, скажем так. Вот, это просто вы так привыкли чувствовать, просто вы привыкли, вы, не дай бог, родились бы мы, да, в Греции, мы бы думали, что, ну, я уже сказал, что вы бы думали, да. Теперь, если вы, если вы хотите, да, чтобы у вас была норма, которая норма, да, то обязательно должен быть кто-то из вне системы мнений людей, которые эту норму устанавливают. Теперь, вот эта система, которая, в общем-то, изменила все нормы, которые есть в человечестве, изменила всю цивилизацию, в принципе, там, в одних и в одном и том же ряду написано и убийство, тоже, что есть, как важно, и братство, тоже, что сегодня так важно, и шаббат. И там это написано в один ряд, в одном и том же тексте на абсолютно одинаковом уровне. И там же написано обреждание, и так далее, и так далее. Теперь, последнее, есть последний слайд, я уже запускаю. Кричневый. Этот мир, этот мир, он похож на бурный такой поток, да, в котором ты не знаешь, куда ты плывешь, что считают все, и куда это тебя приведет. Ты не знаешь, где все это кончится. Тебе это похоже, весь этот мир на вот такую горную... Я все это слушаю. Этот мир похож на вот такую горную бурную реку, в которой просто кто-то что-то придумывает, толкает пальцами, и ты начинаешь сразу думать по-другому, и все это куда-то плывет, а ты не знаешь, где ты в конце с этим оказываешься. Ты никак не контролируешь процессы, которые происходят, а, в общем-то, когда ты не контролируешь то, что происходит, это ад. Теперь, во всем этом, на этой бурной реке есть одно дерево, называется оно деревом жизни. Почему оно так называется? Тора называется деревом жизни. Почему оно так называется? Потому что когда ты в этом потоке, есть вот эта ветка. Ты можешь за него хватиться и вылезти из этого потока. Да? Теперь, и это твой единственный выход. Она называется деревом жизни, потому что это единственная вещь, которая обеспечивает то, что ты переживаешь. Если ты за нее схватишь, ты переживаешь, если ты не схватишь, и не знаешь, где это окажется, тебя смоет, ты подонешь, или ты где-нибудь все-таки вылезешь на берег, или там скоро водопад, и до свидания. Так, теперь, то есть, в общем-то, я думаю, что мы видим отсюда, что, в общем-то, нужно срочно хвататься. И, то есть, я думаю, что, благодаря этой вещи, которая, как мы видим, очень изменила весь мир, можно попасть в мир, в котором убеждение равно факт. Всем спасибо. Светлана, вы хотите мне расходиться, одну секунду? Ну, конечно, я за нее расписался.